так ребята всем привет решил я заменить кнопки своей лонгзи это модель обычная с тормозами мбс то есть простые магнитные тормоза вот один кнопик уже снял и вспомнил что выше у меня есть надо вам видео показать короче смотрите на этом кнопишь из покажу в кнопе вот такие отверстия заглушки это не просто так и включите соответственно такие вот как бы иголочки видите то все специально для того чтобы можно было открутить эту заглушечку она как раз идеально подходит вот смотрите-ка раз берем сюда центральная соответственно для центральной ну и четыре других откручиваем они легко откручиваются достаточно только освободить дальше тут винтик сейчас еще интересный момент покажу еще кнопок снимается я обычно когда ставлю новые кнопы не стоковые да не родные кнопы когда я ставлю вот я подшипники родных кнопок оставляю с ними и соответственно вот если и была регулировочная шайбочка вот она да я ее тоже здесь оставляю как было в оригинале я предпочитаю оригинал сохранять для того чтобы можно было потом ну и аккуратно в пакетике или в данном случае вот я в коробочку коробочку вот так аккуратненько вложу и они меня здесь будут лежать до тех пор пока я снова не захочу их установить скажем так обратно к стоку смотрите еще какой момент обратите внимание какие маленькие винтики коротенькие я вам для примера сейчас покажу любой любую другую ручку первую попавшую обычно в ручке вот какие винты чувствуете разницу какой маленький винтик в ручке лонгзи и какой огромный винт любой другой первой попавшей ручки о чем это говорит это говорит о том что компания инженеры с пониманием отнеслись к проектированию катушки и не видят необходимости лишними лишний вес создавать большими винтами кроме того когда винт огромные его всегда можно затянуть очень сильно он будет перетянут а зачем он нужен здесь такой большой здесь хватит вполне коротенького винтика да тут капельку синего герметика они положили этого вполне достаточно чтобы не раскрутилась тем более какие здесь нагрузки когда катушка по сути дела ультралайт бфс поставлю вот такие кнопки это кнопы ручной работы вячеслава иванова кому интересно я оставлю ссылку на его страничку вконтакте обалденные кнопы я конечно и сам кнопы умею делать но так как он у меня не получается он делает очень классно вот смотрите тут у меня уже подшипники установлены кнопе я сам установил вот ставлю причем ставлю на эту ручку без всяких пока без всяких шайбочек ставлю кнопку устанавливаю его сюда я вижу что внутри подшипник стал пак практически насколько это мне позволяет глаз увидеть практически заподлицо с кромкой ручки крутится шикарно мягко легко и поставим винт и обычно так поступаю я сначала это все дело вот так вот примеряю а то потом если нужно подбираю дополнительные шайбочки когда закручиваются делайте вот так вот пальцем проворот немножко чтобы не пережать не пережать почему видите я чуть вроде поджал и уже не хочет крутиться если я сразу со всей силой закрутил я бы рисковал повредить подшипник вот я вижу что мне чуть-чуть буквально не хватает для того чтобы идеально зажать то есть как бы в данном случае чуть коротковато коротковато ось надо посмотреть у меня там наверное установлена шайбочка установлена шайбочка где-то скорее всего что под подшипником под одним из если если нет тогда я предпочитаю просто-напросто немножко винтик не дотягивать а посадить его на резьбовой герметик этого достаточно обычно достаточно бывает для того чтобы затянуть ну действительно у меня вот здесь была шайба поэтому я эту шайбу сниму и установлю сейчас без шайбочки так вот деревяшечкой подтолкнем его туда на место и попробуем снова примерить самое главное в этом деле не перетянуть винт потому что подшипники эти мелкие и можно всегда легко легко его пережать лучше оставить небольшой люфтик ну вот еще даже не хватает немножко иногда бывает кнопы ручной работы под определенные оси надо подгонять то есть немножечко они шины из натурального дерева просто немного пройти фрезой чуть-чуть скажем так углубить посадочку иногда бывает надо примерить вот здесь у меня тоже шайба была все сейчас я думаю будет идеально иногда бывает надо подогнать кнопки почистить просто место посадки подрывашечкой подтолкнуть его туда иногда просто нужно почистить место посадки для того чтобы подшипники сели как следует на на свое место и кнопка будет отрегулирован идеально что еще бывает с деревянным кнопом его надо первоначально лучше посадить с небольшим люфтом то есть не переживать небольшой люфтик тот самый сохранить он под растянется со временем то есть вот маленький люфт оставляем а потом подрегулировать спустя какое-то время думаю теперь будет нормально точно также делаю и второй кноп здесь ставим заглушку оба то же самое проделываем и со вторым кнопом я думаю кому-то видео было полезным спасибо